Я предлагаю начать большой цикл семинаров и выступлений, связанных с теорией гравитации, с общей теорией относительности, и специальной теорией относительности Эйнштейна. Тут, конечно, много писать надо, много считать и много что рассказывать. Не знаю, в какой форме это будет происходить. Вот сегодня мы попытаемся поговорить о двух интерпретациях специальной теории относительности, и связать их с некой мировоззренческой установкой, а именно с позитивистской установкой. Я хочу показать, что как раз с точки зрения Альберта Эйнштейна есть некая позитивистская установка. Позитивистская установка состоит в том, что мы должны в нашей каждой теории использовать только те параметры и те теории, к которым принципиально мы можем иметь доступ. Вообще просто принципиально мы можем иметь. Была определенного рода дискуссия физики в конце 19 века, во второй половине. Максвелл сформулировал свое уравнение, в том числе, и в терминах потенциалов. Но, с другой стороны, наблюдаемыми величинами является, соответственно, напряженность электрического магнитного поля. Поэтому целая группа других физиков, в том числе, Хевисайд, Герц и так далее, они подобного рода формулировку ни в коем случае не принимали, наверное. И они эту формулировку отвергали и записывали все уравнения Максвелла только в рамках определенного рода напряженности полей. Потому что именно напряженность – это то, что мы видим и воспринимаем. Подобного рода установка, она вообще справедлива для всей философии. Но, в частности, почему говорят, что вещей в себе нет? А потому что их не может быть. Нет вещей в себе. Потому что мы к ним, по кантовской точке зрения, никогда не можем получить доступ. Почему Аристотель обвиняет Анаксагора в круге? По той простой причине, что он вводит какие-то сущности, из которых смешение, а потом появляется вещество. А как появляется у нас вещество из подобного рода смешения? Только тем способом, что мы его находим в каком-то самом состоянии, и от этого задним рассмотрением, в обратном порядке, мы можем говорить о каких-то рода сущностях, об их смешении. Но так, считаете, Аристотель быть невозможным. Потому что мы не можем А определять из Б, одновременно Б определять из А. Вот. Такова, значит, наша предначальная ситуация. Сразу же скажу, что существует две конкурирующих интерпретации специальной теории относительности, которые, грубо говоря, и та, и та являются верными в том смысле, что они имеют преобразование Лоренца, приводят к одному тем же формулам, но она имеет разный физический смысл. Первый. Это Эйнштейновская интерпретация. Она состоит, что есть два фундаментальных постулата. Первый. Существует некий набор систем, которых мы называем инерциальными, и все явления, которые не происходят в разных инерциальных системах, грубо говоря, протекают одинаково. Да, то есть постулирование инерциальной системы отсчета. Второе. Что существует некая максимальная скорость передачи взаимодействия. Так называемая скорость света в вакууме. Вот такова его интерпретация. Вторая интерпретация, которую принято на настоящий момент связывать именно с Понтера, с выдающимся французским математиком, может быть, не совершенно правильно, но эту точку зрения, по крайней мере, расстаивает Анатолий Логунов, создатель интерпретарий низкой теории гравитации. Ныне живущий, и слава богу, что ныне живущий. Умер, да, Логунов умер. Я не знал, он давно умер. А я пропустил. Да, мне жалко, да. Вот. Вот, значит, значит, уже нет его с нами, значит. Вот. Она состоит, что утверждение, специальная теория, это есть некое сущностное утверждение, сущностное утверждение о том, как устроен мир. А мир устроен таким образом, что мы все живем в пространстве времени Менковского. Не в пространстве времени Евклида. Или не в ньютоновском абсолютном пространстве, а в пространстве времени Менковского. Что это значит? Это, если у нас ньютоновское время, оно состояло в том, что пространство отделено от времени. И у нас в любой инерциальной системе отсчета Время течет одинаково То есть t равняется t штрих И точно так же для векторов x У нас все длинные, они тоже, это как бы три уравнения x равняется x штрих То, соответственно, пространство Ременковских говорит, что у нас Вот эти две величины свяжены между собой И у нас все время сохраняется некий инвариант Который r2, то есть некоторое расстояние c в квадрате, где скорость света Минус вот этот самый x в квадрате Вот такой простейший как бы инвариант у нас сохраняется Это говорит, что у нас пространство Время и x, оно у нас связано В том числе оказывается, что в зависимости от выбора инерциальной системы координат То есть она движется с любой производной скоростью относительно первой То у нас происходит преобразование Лоренца Т штрих равняется t единица минус v квадрат на c квадрат Как? Только ты, Игорь Там же t минус x Ну, это понятно, минус vx vx на c квадрат Напиши, чтобы нелегко будет vx деленное на c квадрат Вот такая, значит, наша ситуация Вот, значит, вот такова наша ситуация Вот она из этого преобразования, оно автоматическим образом выполняет Самое главное, что при преобразовании Лоренца выполняется инвариантность системы уравнения Максула Как в этой ситуации говорит Эйнштейн Он говорит Эйнштейн, как позитивист Мы наблюдаем те величины, которые мы можем измерять А как мы их измеряем? Как мы время измеряем? Мы берем зеркало и пускаем вокруг него луч Он уходит вот туда-сюда Таким образом мы считаем время Ну вот, таким образом мы считаем время Поэтому Альберт Эйнштейн предлагает Помимо такой системы, давайте-ка мы ее посчитаем иначе Пусть она система у нас поедет Тогда время будет ходить следующим образом между ними Так и так Но скорость у нас не зависит от системы и отчета Вот скорость-то здесь у нас остается та же самая Ведь если бы система в обычной ситуации ехала То бы у нас вот эта самая скорость сложилась со скоростью Движущейся системы из самого зеркала И у нас время бы ни в коем случае не изменилось Уполнялось бы Ньютонское Галереевское преобразование Вот это самое А здесь у нас она как бы меняется Точнее, остается той же самой И на этом основании мы приходим вот к этой самой форме То есть, там Галереевское написать Х равно Х4 минус ВТ, допустим Ну, хорошо, не будем писать ясно, что я имел в виду Ясно, да? Что мы вот так Ну, хорошо, да Вот, такова, значит, наша картинка Вот такая очень забавная вещь Но хочу обратить внимание Что из подобного рода вещей Хотя и у детей те преобразования будут одно и то же Нельзя сразу же сделать, например, правильный вывод Вот известный парадокс близнецов, да? Что два близнеца Близнецы, один полетел из них на ракете И вернулся обратно А второй, значит, остался на земле Кто из них будет старше, кто из них будет моложе Ответ Как бы, правильный ответ Тот близнец, который летал Да? Ну, с точки зрения инерциальной А? Да, будет моложе Значит, с точки зрения инерциальной системы отсчета Совершенно невозможно понять Ведь если один человек летит То второе относительно него тоже движется с какой-то скоростью Мы можем первую систему вот этого близнеца Который летает в космосе Выбрать за некую пробную точку Да? И тогда получается, что Относительно него летит второй близнец И как мы можем сделать выбор из них Между тем, кто моложе И тем, кто из них старше Может, ускорение обстоит? Да Проблема стоит, что у нас Что моложе тот, кто ускорился Одному надо было ускориться Что достичь его около световой скорости А потом замедлиться За счет этого он будет моложе Но при подобного рода рассуждениях Принштейнерских Понять это невозможно Ну просто никак А вот при подобного рода рассуждениях Касающихся Касающихся преобразования Лоренца Связанных просто с сущностным утверждением Как устроен мир Что мы все живем в пространстве Времени Менковского Из него оно получается совершенным образом Потому что это преобразование начинает выполняться Уже не только каких-то там зеркал, систем Чего-то были еще А она начинает выполняться вообще в мере В том числе и в неинерциальных системах отчетов Нет, в неинерциальных системах она конечно не так Ну она имеет вид не такое Но тем не менее Преобразование Здесь это задача перейти к неинерциальной системе отчета Необосновываемая как-то А здесь она и автоматически То есть в чем там суть Что в подходе, который условно можно назвать подходом Планкаре Мы можем легко переходить Он легко обобщается на неинерциальные системы отчета Потому что как в дифференциальной геометрии В обычном евквитовом пространстве Мы можем вводить криволинейные координаты Что нам это не мешает Так что и в пространстве Ильинковского Мы можем вводить криволинейные координаты Которые соответствуют неинерциальным системам Да, конечно Соответственно в этих криволинейных координатах Мы будем считать наши промежутки времени Это стояние Кроме того, оно действует Что перестает работать у нас В качестве определенного рода запретов Ну давайте два самых интересных запрета мы посмотрим Мы вспомним мой любимый парадокс Эйнштейна Розена-Подольского Который состоял в том Что передача сигнала Выше световой скорости света Невозможна Он состоял, напомню еще раз Что у нас как бы Перчатки Две Левая и правая Но они находятся Не в том, что одна левая, вторая правая А в том, что находится в суперпозиции Одна левая, вторая правая И мы взяли эти перчатки Поместили в коробку Которую мы не видим И поставили на две стороны Вселенной А потом взяли одну и померили Вопа, она левая Стала левой В квантовой механике она стала левой Не была там левой сам вначале лежала А стала левой Тогда вторая стала правой Но между ними Вселенная Получилось, что мы получили такую информацию За бесконечное количество С бесконечной скоростью При Эйнштейновском подходе Это прямо запрещено Поэтому он был протестом Против квантовой механики Он называется Эйнштейна Розана Подольского С Эйнштейна начинается Но с точки зрения Здесь двигаться Нам ничто не запрещает С сверхсветовой скоростью Самое главное Есть энергетический барьер У нас тело не должно обладать Ни нулевой массой покоя Если ее масса равна нулю То она вот через этот барьер световой Может пройти Если масса равна нулю Она будет всегда двигаться Со скоростью света Поэтому Какой световой барьер Она не перейдет Почему? Потому что Из формул этих следует Если масса равна нулю То она будет двигаться Всегда со скоростью света Нет, но у тебя есть Какая-нибудь штука Которая передо мной лежит Шарик надутый Его масса равна нулю Если масса его отличная нуля То для того, чтобы Я его должен был ускорить Через какую-то штуку Отличную от нуля Я должен был Проложить ему бесконечную силу Шарик не может иметь массу равна нулю Масса равна нулю Имеет там фотон, допустим Ну вот Это старый вопрос В какую сторону я иду О сверхсветовой скорости нейтрино Существует два эксперимента Один связанный с серверским Скорее там А второй связанный с улучшением сверхновых Что у нас нейтрино Типа двигается со скоростью Выше скоростью света На сегодняшний день Думаю, что это быть невозможно Почему? Потому что нейтрино Должно обладать определенным родом массы Но если его масса равна нулю А есть специальный спорт такой Который все время меряет массу нейтрино И все время ее не могут найти Вот она уже сейчас Очень-очень маленькая Там, по-моему Последние данные Это несколько десятых электронвольта Его масса Что она ниже вот этой границы Но найти его не могут Но тогда, получается, если масса была равна нулю То оно может двигаться и со сверхсветовой скоростью Не, ну как? По-моему, масса, если бы масса электрон равна нулю Всегда идешь со световой скоростью Как? Как? Кажется По-другому быть не может Потому что Словно говоря Ну как Сейчас Если у тебя Энергия равно МС квадрат Для фотона Ну Сейчас Общая формула для энергии Равна МС квадрат Деленная там На корень из нити Минус В квадрат на С квадрат То понятно, что у тебя Что Когда мы приближаемся Так сказать Что если масса равна нулю То единственным способом Так сказать Имеет здесь какую-то Хотя бы неопределенность Да? Что приводило бы Какое-то конечное Личнее Это то, что Скорость должна быть Просто равна С В точности Нет, а если у тебя С самого начала Ее скорость Какая-то Если у тебя Скорость ее Отлично от нуля Если Отлично отлично Скорости С Отлично от скорости С Тогда здесь Будет не ноль И тогда А если масса сверху Нуля Нуля От 0 Тогда энергия 0 Получается Ну и хорошо Как-то Ну это странно Энергия Девящий объект Не может обладать Нулевой энергии В этой энергии Покоя Не энергия покоя Это общая энергия Ну хорошо Ну значит Тогда я не прав Я не прав Сквозь эту штуку Просто тут Суть в том Что Видишь Движется Со скоростью света Если объект Движется Со скоростью Превышающей Скорость света Даже если Это формально Не запрещено Преобразованием Лоренса Да То получается Все равно Сейчас Получается Все равно В силу Преобразования Лоренса Что там Нарушается Причинность То есть Он в некоторых Системах отчета Движется в прошлое Поэтому я Допустим Этим вопросом Как бы Занимался И Немножечко Думал Над этим Я считаю Что никаких Реальных Тахионов Быть не может Потому что Все таки Но они Нарушают Причинность То есть В некоторых Системах отчет Они движутся в прошлое Если при этом Они взаимодействуют С обычным Веществом То понятно Что тут Можно натворить Что можно натворить Можно улететь в прошлое И там все изменить Да Что не хотелось бы Делать Безусловно Безусловно Ну ладно Значит Тогда Со сверхсветовой скоростью Нейтрино Ну я Чего хочу сказать Просто По крайней мере Интерпретация ФНК Оставляет Вот эту Возможность Этой дискуссии По крайней мере Хочу тогда Можно подумать Как это происходит В то время Как интерпретация Эйнштейна Подобного рода Разговор запрещает Знаете Отсюда Эксперимент Эйнштейна Розного Подольского Является Экспериментом Который Как думал Собственно Сам Эйнштейн Прорегающий Квантовый механик И как думал Бог Что смешало Пока его не поставили Не сделали Не распроизвели Но тем не менее Если мы находимся В другой Ситуации В другой парадиге То получается Если мы Делаем Некоторые Сущностные Высказывания О мире То таким образом Получается Что мы Мы оставляем По крайней мере Возможность Подобного рода Осуществления Как Эйнштейна Розного Подольского Для таких Отлич Поэтому Можно ли Сделать Экспериментальный Вывод О том Какая интерпретация Верна Эйнштейновская Или Лагуновская Панкерская Кажется Можно Да Непосредственно Экспериментальный Я не знаю Ну Экспериментальный Если Эксперимент Эйнштейна Розного Подольского Возможен Да Таким образом У нас Эйнштейновская Интерпретация Специальной Теории Носительности Оказывается Не вверх Подожди А собственно Чем Он как бы Формально Чем он Противоречит Эйнштейновской Интерпретации Тем что у тебя Сигнал происходит С бесконечной Большой скоростью Ну Дело в том Что преобразования Лоренса Они остаются Что в Эйнштейновской Интерпретации Что в другой Интерпретации И формально Они не запрещают Преобразование Сами преобразования Лоренса Ну я вот Про это говорил Но ты меня С массой С массой Частицы Поставил на место Вот Ну здесь Частицы Как бы нету Частицы Нету Получается Но Передача информации С бесконечной Большой скоростью Возможна Экспериментальный факт Но если у тебя Спутанные частицы Аля Эйнштейна Розеноподольского Возможна То у тебя Возможна Передача С бесконечной Большой скоростью Информации Кажется То есть Есть конечно Мастера Которые говорят Что нет Что мы неправильно Понимаем И так далее Но как-то Так не верится Кажется Что если у нас Действительно Частицы Находятся Спутанные И одна Из них Находятся В ситуации Суперпозиции Каждая С другой стороны Получается Так что Информацию Словно Говорят И буквально В смысле Как какой-то Текст Ты так Не передашь Потому что Тебе же Когда ты Передаешь Информацию Тебе Нужно Заранее Знать Что ты Кодируешь На входе А там Как ты Узнаешь У тебя Спонтанно Появляется То одно Другое Состояние Нет Почему У тебя Она же Ситуация Я просто Рассказываю Так-то Она сложнее У тебя Есть Допустим Спин Спин Частицы Спин Частицы Направлен По какому-то Направлению По направлению И первым Делом Что ты Даешь Это Мой Человеку Ты указываешь Его направление Ты берешь Стерна Герлаха Начинаешь Частицы Измерять А у Твоего Напарника На Тоже Набор Спутных Частиц Они у него где-то Хранятся В ящике Они к нему Пролетели И хранятся И таким Образом Я их Когда мерю Он тоже Начинает У себя Свой прибор Штерна Герлаха Вращать И понимает Направление Куда Этот прибор Штерна Герлаха Направлен Вот простейший Эксперимент И И только После этого Ты Начинаешь Скажем Из иков Точек Терре Передавать Ему Информацию Ты Определил Его направление По некоторым Стоит Ты Приготовил Что ли С Определенную Спину Да То есть Я по Штерну Герлаху Я же Когда Ты Смотри У меня Как хитро Возникает Ситуация У тебя Есть частицы Честно Я не знаю Как Приработает Прибор Штерна Первого Это Просто Грубо говоря Направление Магнитного Поля У тебя На Магнитном Поле Одни Частицы Движутся Наверх А Вторые Частицы Движутся Против Да Вот Если у тебя Спина Одна Вторая Допустим Поле Направлен Вверх То У тебя Значит Они Наверх Пошли То есть У тебя Спина Одна Вторая Семь Одна Вторая Значит Та самая Ситуация У тебя На Другой Конце Вселенной У тебя Частицы Они Связаны То есть У тебя Наоборот Они Будут Двигаться Да Вот Так Наоборот Согласен Вот Твоя Самая Главная Задача Что Ты Всякий Раз Убираешь Вот Это Направление Вот Это И Твоего Напарника На Другой Конце Вселенной Тоже Надо Выбрать Это Крутит Крутит И В конце Концов Находит Именно То Направление Которое Нужно И После Этого У тебя Начинает Работать Азбука Морзе Со всеми Спутанными Состояниями Начинает Ноль Единица Единица Ноль Вот Таким Образом У тебя Возникает Телеграф Который Работает Сквозь Селенную Это Конечно Гипотетический Эксперимент Но Это Все Возможно Делать Просто Сейчас Используется Два Фотона Спутанные Своими Поляризацией И Спинами Поляризацией Они же тоже Имеют Направление Точно Так же И ты Работаешь На Получается Передаешь Это Дело На Сфер Световой Скорости Как Ребята Здесь Ухитряются Сказать Что Реальной Информации Не Возникает Наверное Тем Способом Что Таблицу Этой Азбуки Моуза Надо На Другой Конец Вселенной Перевести По-моему Это не аргумент Это Странное Проявление Значит Проявление Спины Поляризации Частиц Вот Они Так Меряются Значит Вот Так Они Меряются Ну Хочется К этому Вопросу Это Старый Философский Вопрос Должны Мы Испытывать И Изучать Те Самые Вводить Те Сущности Которые Мы Наблюдать Никогда Не Можем Но Ответ Должны Строить Кастрировать Собственную Теорию Как Это Сделал Эйнштейн Для Того Чтобы Наблюдать Только Те Сущности Которые Можно Наблюдать Отсюда Его Световой Луч Его Часы Которые Все Поставляют После Системы Зеркал И Получается Что Мы Можем Прийти Тем Самым К Определенного Рода Затруднения В первую Часть Тем Затруднения Которым Является Парадокс Близнецов Вот Это Раз А при Сущности Интерпретации То есть Субстанциональной Интерпретации Когда Мы Говорим Что Весь Мир Устроен Таким Образом Что Это Есть Пространство Время Минковского Мы По Другому Рода Проблем Избегаем И Очень Важно Понимать Нет Кто-то Об этом Написал Различать Общую Теорию Относительности Со Специальной Теорией Относительности Это Разные Вещи Общая Теория Относительности Это Теория Гравитации Поэтому Когда Мне Кто-то В качестве Ее Подтверждения Приводит Эксперимент С тем Что Два Каких-то Чудика Взяли Часы И С ними Облетели Вокруг Света И У них Накопилась Ошибка То Это Совершенно Образом Неправильно К Общей Теории Относительности Не Не Отношения По Той Самой Простой Причине Что Они Все Летели Примерно Одной Той Высоте Гравитационные Эффекты Были Пренебрежим Мало А Проблем Было То Что Они Двигались Покруг Земли То Двигались Не Национально С тем Отчет И Поэтому У них Набежала Какая-то Дельта Временная У них Каким-то Образом Сделалось И Этот Эксперимент Кстати В гораздо Большей Степени Подтверждает Интерпретацию Пуанкаре Луганова Мейнковского Чем Собственно Интерпретацию Альберта Эйнштейна На Который На Сегодняшний День Сделана Ставка Физика Да А Ни На Какой Другой Поэтому Нет Позитивизма Здравствует Субстанциональный Это физический Подход